Если ты в Питере и ты здесь два дня, то куда сходить? Ребята, сейчас я вам все расскажу и покажу. Ну а это место я сегодня обозвал водохранилищем. Так что, ребята, на кладбище иногда нужно бывать. How much? 100? А вы по-русски говорите. Что ты будешь делать вечером? Сегодня? Я знаю, это четвертый бокал, я не сплю уже 28 часов. Я сюда не хотел идти, Даша хотела. Пока светит будет солнце, и свет, и пока горит, пока дни звезда, и пока мое сердце мьется, и я никому у тебя не отдам. Ну так прикольно, но организация вообще непонятная. Так, ну что, ребята, мы на месте. Андрей нам говорит, куда следовать. Подъезжайте к Пискаревскому кладбище, оттуда вместе поедем. Хорошее начало, едем на Пискаревское кладбище. Начинается неофициальная часть, которую я встретил Андрея. Подбольная кличка Барин и его друг. Здесь где-то в конце, в конце 800-х годов, в одной деревне, там было, значит, озеро и болото большое. И один финн, Тавиди Имкинен, ему там памятник сейчас стоит, он, соответственно, решил, что надо сделать подарок родному краю, осушить это болото. Взял, нашел еще двух сподвижников, и они начали копать. Канал. Да, канал. Потом этот канал получил название Ахриоя. Ахриоя? Вот, соответственно, год они копали втроем, после этого еще два года они копали вдвоем, а потом 22 года он копал в одиночку. И спустя 25 лет после начала копания, он спустил это болото. Он с этого не получил ничего абсолютно. Хоть не умер. В институтские времена имел название Сяевиста. И это было как раз то самое место, где Владимир Ильич Ленин скрывался. В Шушенском он сидел, а там он скрывался. А тут он скрывался. Гляди как-то. Да, какой-то, на чьей-то там даче. Ребята, ну а это место я сегодня обозвал водохранилищем. Потому что, когда я ехал в машине, смотрю, воды много. Ну, как Саяно-Шушенская. А это Балтийское море, братцы. Что-то даже я чайку не попью. А есть с собой, да? Травосочек. Здесь вот везде маленькие мини-отели. Мы остановились в одном из них. Невске 147. Ребята, смотрите, какая тут архитектура. Плитки, наверное, уже сто лет. Да, и лифта тут тоже нет. Так, ну что, ребята, первые эмоции мы отдали за номер на Невском в центре. Сколько, Даш? Пока что. А, ну вообще 2500. Вот такой номер за трое суток. Я считаю, достойно переночевать и пойти потусоваться в центре города. Ну все, пошагали. Ребята, мы на улице Рубинштейн. Излюбленное место молодежи. Короче, сидим, зырим на людей. Они очень разные, очень прикольные тут ходят. Короче, неформальные люди. Много иностранцев и молодежи местные, приезжие. Завтра еще алые паруса будут. Короче, сидим, кайфуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Народный фольклор. Так, ну что, ребятки, у нас сегодня второй день в Питере. Погуглил мест просто тьма. Ну, пошагаем сейчас в Лавры, потом Исаки и... Короче, еще куча всего. Погодка... Ой! Погодка сегодня шепчет. Пошагали. Ну и что мы заметили, в Питере в Питере везде растет шиповник. Я как раз перед домом его много сейчас посадил. И хочу еще больше его посадить. Он так пахнет. Это я посадила. Да, это Даша посадила. Короче, пахнет он офигенно. Ребята, всем рекомендую садить шиповник. Купили билеты в Некрополь. Здесь захоронение 18-го и 19-го века. Пойдем посмотрим. Что тут можно увидеть? Что тут можно увидеть? Мы не подготовились. Путеводитель. А, путеводитель. Здесь захоронены выдающиеся люди искусства. Видозники, поэты, искусторы, артисты, писатели, композиторы. Государственные деятели тоже есть в частности. Достоевский, Крилов. Все, пошли смотреть, спасибо. Необычная экскурсия у нас по захоронениям. Это тоже, я думаю, очень интересно. Пожаловался одному человеку, что что-то не получается, все, какие-то проблемы. Он говорит, Саня, ты сходи на Бодолык, на местное кладбище наше. Посиди, посмотри, подумай. А если у тебя еще останутся сомнения, ты сходи просто в онкологический центр. Тогда ты вообще поймешь, что ты очень прекрасно и счастливо живешь. Так что, ребята, на кладбище иногда нужно бывать. Даже если не к кому тебе сходить, то здесь можно подумать о житии, бытии. Странно так, люди великие, похоронены, собраны здесь в одном месте. А где их семьи? Это же люди, это важно. Погребение всегда делают семьями, а здесь только они одни. Да, это очень странно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Это круто! Все, приглашаем, подключайтесь, поднимайте удачи! Ну вот, спас на крови. Мне, как строителю, очень интересно рассмотреть эти конструкции, сооружения. Остаюсь со стороны и наблюдаю. Очередь за билетами нереальная. Навряд ли мы пойдем вовнутрь, но... Пальцевая кровля. Что это? Сусальное золото? Я не знаю, архитектура просто бомбейшая. Даша решила постоять все-таки в очереди. Вот такая тут очередь. Если ты в Питере и ты здесь два дня, то куда сходить? Ребята, сейчас я вам все расскажу и покажу, куда за два дня мы сходили и где были. Билет стоит 350 рублей всего. Недорого, нормально. Идем. Вот это все мозаика, очень-очень мелкая. И все выложено мозаикой. Я не знаю, сколько это стоит в современном мире, сколько по времени люди бы это делали. Но таких мастеров, мне кажется, уже даже не осталось. Строили 24 года этот храм. Вы видите, каждый квадратик, каждый кубик равных цветов. И так получается просто рисунок. Я даже не понимаю, где столько взять людей, мастеров, чтобы они сделали такое чудо. Я просто не представляю. А вот это итальянский мрамор, можно посмотреть. Стыков. Стыков почти нет. Как он? Сохранился за столько лет. В общем, я уже люблю Питер. Столько локаций, столько эмоций. Ты такая движуха позитивная. Столько людей. Кайфово. Тебе как? Мне тоже все нравится. Мне тоже все нравится. Ну что, братишка, скажи, куда нам еще в Питере можно пойти? Времени где-то примерно 20 минут второго. День. Я еще не спал, а ты? Я спал. А ты спал? Я же по другому времени живу. Это разные вопросы тогда, куда нужно пойти. Ты можешь пойти куда угодно вообще. Где ты был? Начнем с этого. А где мы были? Мы в культурных местах твоих. Что сегодня будет вечером? Сегодня? Алая Баруса, чувак. Что? Куча блевотин? Куча малолетней блевотин, я попрошу тебя. Очень много. Свежей крови. Ты помнишь свой выпускной? Да, я помню. Он помнит свой выпускной? Классно. Я не помню его выпускной. Я свой-то не помню. Ничего интересного на самом деле. Выпускной не было. Что ты будешь делать вечером? Сегодня? Я знаю, это четвертый бокал. Я не сплю уже 28 часов. Ты будешь на охоте? На какой? На охоте за сном? За сном. Не знаю, я буду вести себя, как подскажет мой организм. Даша, я не хочу идти на Алые Паруса. Короче, для многих это культовое событие. Шагаем сейчас на Алые Паруса. И посмотрим, что там молодец и дети будут делать. Алкоголь вроде сегодня запрещен в городе. Ага. Я так понимаю, полиция везде сейчас стоит. Наверное, Весневский оцеплен. И все прилегающие к нему улицы. Ну что, мы пока гуляем и приближаемся к месту событий. Людей все больше и больше. Я так понимаю, там будет тысячи людей. Шагаем помаленьку. Здесь вот такое оцепление. У кого есть билеты, они проходят спокойненько дальше. Но у нас есть эти заветные билеты, и мы шагаем дальше. Людей пока вообще не видно. Улица вымерла. Я думаю, это сейчас там впереди нас ждет удивительная встреча с этой тысячной толпой. Уже слышно музыку, и людей все больше и больше. Ну вот мы на месте, ребята. Весь движ здесь происходит. Алые паруса шагаем. Ну что, зарядимся морем позитивной попсы. Я сюда не хотел идти. Даша хотела. Давайте наслаждаться этим праздником. Я вам для прищупить. Здравствуйте. Привет, друзья. Ну что, вы готовы сегодня? Отжигать губка? Да. Тогда давайте начнем прямо сейчас. Потому что сегодня у вас ждет. Наши сердца не растучит. Никто никогда не пригодят. Любой со мной. Нам надо быть лучше, а сердце сейчас. Ты младший мой. Сегодня, говоря, молодежным, современным языком. Продолжение следует. Я замерз. Я замерз. Я замерз. Я замерз. Я замерз. Я помню. Я замерз. Я хочу, чтобы ты поднял руки в небо, руки в небо, мы понимаем друг друга без слов, мы уже намного ближе, просто раз, и пока светит будет солнце, и пока ты не станешь, и пока ты не станешь, и пока мое сердце мьется, я никому у тебя не отдам. Звездные демоны, ээ! Твоя любовь, эта так красива, Твоя любовь этих так красива. Мелодия и си вину, Как мне найти любовь твою? Твоя любовь! Твоя любовь! Твоя любовь! Вся площадь рассосалась, и все бегут смотреть алые паруса вместе с салютами, и мы в том числе. Люди прям бегут, у них есть считанные минуты. Бежим? Нет, мы пойдем. Салют уже начался. Народ продолжает бежать, очень активно, мы в том числе вместе с ними, но идем быстрым шагом, ноги уже за два дня не бегают. Твоя любовь! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Почему? Потому что автомобили не ездят Не ездит трамвай, не ездит метро, все перекрыто Но вот таким образом был перекрыт Невский Грузовая техника Люди рассасываются Кто-то идет в метро Кто-то, я так понимаю, на такси Короче, сели в такси, потому что ноги уже не работают Ни у меня, ни у Даши Как твои ноги? Едем на тачке Наконец-то вырвались из этого плена Едем на тачке Едем на тачке